Продолжение следует... Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я ведущий сегодняшнего вебинара, а также руководитель и постоянный ведущий всех вебинаров, проводящихся на платформе Директ Академия. Это проект компании Директ Медиа. Мы с вами начинаем новый учебный год, новый вебинарный год. И в этом году нас ждут много новых интересных вебинаров, но про это чуть позже. Сегодня у нас вебинар, который называется «Университетская библиотека онлайн в Новый год с новыми идеями». Традиционно каждый семестр мы начинаем вебинаром, посвященным новинкам нашей платформы. Немножко в более широком контексте, не только нашей платформы, но и всех проектов, которые делает компания Директ Медиа. И сегодня мы проведем такой вебинар. На этом вебинаре я расскажу вам, как и следует из названия, о новинках. А также расскажу о тех вебинарах, которые будут происходить в ближайшее время. По тем темам, которые мы сегодня затронем. Как всегда, несколько слов перед началом вебинара. Все наши презентации, в частности сегодняшнюю презентацию, вы можете скачать из раздела «Общедоступные ресурсы». Для того, чтобы зайти в этот раздел, посмотрите, пожалуйста, вот в этом направлении примерно. Вы видите ряд кнопочек. Поднятая рука, смайлик и третья кнопка – это открывающаяся папка. Вот если вы нажмете на эту кнопку третью, то справа от презентации у вас откроется окошко с ресурсами. Ресурсы – это три ссылки, важные для нас, важные, чтобы вы по ним перешли и посмотрели, что они из себя представляют. И одна презентация, сегодняшняя презентация, которую можно скачать. Чтобы можно было скачать сегодняшнюю презентацию, надо нажать на изображение дискетки, и появится окно, которое предлагает вам сохранить эту презентацию. Как всегда, напоминаю, что мы не против использования наших презентаций в ваших собственных целях. Единственная просьба – это указание на авторство и указание на нашу компанию. Это, собственно, все перед началом. Да, совсем забыл сказать. Если вы перемотаете чат в самое начало, там есть две полезные ссылки. Первая ссылка – это расписание всех наших вебинаров на ближайший год. Мы хорошо потрудились в июле и августе, и постарались составить наиболее полное расписание на целый год. Конечно, это расписание, нельзя сказать, что оно полностью окончательное. Что-то в нем еще будет изменяться, добавляться, уточняться. Но, в принципе, оно процентов на 80-90 уже устоявшееся. И вы можете в этом расписании выбрать те вебинары, которые вам интересны, и уже сейчас записаться, зарегистрироваться на них. Ну и вторая ссылка – это наш канал на YouTube, на котором появится запись этого вебинара, как, впрочем, и всех вебинаров, которые ведутся от имени Директ Академии. Ну, третье мое обычное объявление я оставлю на последующие слайды. Там они будут более адекватно звучать. Ну что ж, давайте пойдем по нашей сегодняшней теме. Я хотел бы извиниться, у меня сегодня не совсем вебинарный голос, но, надеюсь, что он у меня немножко разойдется по ходу нашего вебинара. Что ж, давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Мы сегодня будем говорить в основном об университетской библиотеке онлайн. Это главный бренд компании Директ Медиа, главный ее, главный наш проект. Но не только об этом проекте, а в основном о нем. Тем не менее, мы как бы вот пытаемся объединить все наши выступления именно этим брендом. Вот про какие новинки мне сегодня надо будет рассказать вам. Это рассказ, собственно, о сегодняшнем нашем продукте об Директ Академии. Это новый сезон наших вебинаров. Рассказ о новом контенте в университетской библиотеке онлайн и других наших проектах. О новых разделах ВБС, как «Именитые ученые и писатели», «Мои научные интересы». О проекте «Новое поколение» в нашем дочернем проекте. Сделать объявление по поводу появления новых мобильных платформ от Директ Медиа. С удовольствием вам расскажу о новинках проекта, которым я имею непосредственное отношение. Это «Арт Портал» и «Артотека». Расскажу немножко об итогах конкурса BeFirst 2017. Это конкурс дипломных проектов, который проводила Директ Медиа совместно со своими партнерами, такими как «Университетская книга». Ну и немножко расскажу в конце о нашем канале, о том, что на нем появилось нового за последние полгода. Итак, давайте начнем наш сегодняшний рассказ, собственно, с Директ Академии. Директ Академия – это общее название для вебинарного проекта от Директ Медиа. В прошлом году бренд Директ Академия был несколько шире. Мы объединяли под ним также проекты дистанционного обучения от Директ Медиа. И в этом году мы, с одной стороны, сузили этот бренд, с другой стороны, расширили его в том смысле, что у нас в этом году будет беспрецедентная по объему и охвату программа вебинаров. Почти каждый рабочий день у нас будет проходить по вебинару. В начале сезона будет немножко реже, но потом мы наберем скорость и будет по 4-5 вебинаров каждую неделю. Всего у нас вот сейчас уже набирается больше 150 вебинаров за учебный год. Я боюсь, что даже мы превысим эту планку, возможно, даже на несколько десятков вебинаров. Боюсь, потому что мне приходится все это делать собственными руками. Да, ну, глаза боятся, а руки делают. Тем не менее, вот такая программа есть. И она будет в этом году беспрецедентна не только по объему, но и по своей интересности, как я надеюсь. В этом году мы пригласим тех интересных людей, которые у нас побывали в прошлом году, а также много-много других интересных экспертов. Расширим вообще нашу экспертность до других областей. И об этом я вам немножко сегодня расскажу. Наши вебинары, вот сначала их проведение в 2014 году мы начали по нескольку вебинаров в год проводить. Так вот, с этого периода несколько десятков тысяч человек посетили наши вебинары. Ну, имеется в виду не физических человек, а человека посещений наших вебинаров было. В прошлом году впервые мы проводили вебинары по серьезной программе. Около ста вебинаров у нас было за год. То есть, это было очень серьезное расширение. И в этом году очередное расширение, о котором я сейчас вспомнил. Продолжение следует... Раз, два, три, раз, два, три. Я прошу прощения, сервер мне сказал, что пропала связь проект, поэтому мне пришлось перезагрузить браузер. Сейчас есть звук и изображение? Спасибо. Я прошу прощения. Вебинар, как всегда, это такая вещь, которая зависит от соединения, зависит от работы сервера. Так что, если вдруг я буду пропадать на какое-то время, оставайтесь на линии. Я буду быстро пересоединяться по возможности и продолжу вещание на вебинаре. Итак, теперь у нас появился новый домен, на котором лежит наше расписание. И такой небольшой сайт, на котором мы решили пояснить, что же из себя этот проект представляет. И поподробнее рассказать о наших спикерах, поподробнее рассказать о наших идеях. Вот этот сайт будет лежать на адресе Директ Академия.ру. Пожалуйста, этот адрес себе в закладке положите, потому что на нем можно будет постоянно подписываться на наши новые вебинары. Я настолько хочу вам поподробнее рассказать о нашей системе вебинаров, точнее, конкретно о тех вебинарах, которые будут происходить в этом году, что решил это сделать не сегодня. Сегодня будет недостаточно времени для того, чтобы это сделать. Сегодня я вкратце расскажу. А подробно я вас приглашаю вот на этот вебинар, который будет послезавтра проходить. Сейчас я вам кину ссылку в чат. Пожалуйста, для тех, кто хочет подробнее знать о наших вебинарах. Хочу еще раз свой проект рекламировать. Это стоит того. Пожалуйста, записывайтесь на вебинар, в котором будет рассказано о нашей Директ Академии подробно. Я хотел бы остановиться на тех вебинарах, которые мы будем вести, и рассказать о тех экспертах, которые у нас появятся. У нас действительно будет много нового. И я думаю, что вам интересно будет это услышать. Но сегодня мы тоже про это поговорим. Итак, в этом году мы решили отойти от такого несколько академического деления наших вебинаров на циклы, где в названиях циклов объясняется во многом, о чем будут наши вебинары. И пошли по медийному принципу. Более того, при таком объеме и при таком разнообразном составе наш проект Директ Академии уже превращается в такое, скорее, корпоративное медиа компании Директ Медиа. Поэтому и отношение к нему уже не как просто к серии вебинаров, а как к медиаресурсу. И мы дали такие медийные названия для наших циклов вебинаров. Первый цикл называется «От первого лица», второй «Эксперт на связи» и третий называется «В полдень с Директ Медиа». Тут мы подчеркиваем, что мы для вашего удобства будем стараться все вебинары проводить в одно время. Это не всегда получится, но в большинстве случаев мы будем проводить все наши вебинары в 12 часов по московскому времени. Вот такие названия, чуть-чуть подробнее о этих циклах. Цикл «В полдень с Директ Медиа» – это те вебинары, которые будут вести сотрудники нашей компании. Прежде всего, я, но прежде всего по объему. Я – это почти 35 вебинаров в год ложится на мои плечи. Это наши продуктовые вебинары, то есть рассказ о наших продуктах, о функционале, учебные вебинары для библиотекарей и преподавателей о наших продуктах и так далее. Это отраслевые вебинары, назовем их так. Вебинары более общего содержания и в некотором смысле более философские, с далеко идущими идеями. Эти вебинары, как правило, будет вести генеральный директор компании «Директ Медиа» Константин Костюк. Он, на мой взгляд, непревзойденный автор наших вебинаров. На него всегда собирается много народа, поэтому милости просим. Ну и третий большой раздел в цикле в «Ползинс Директ Медиа» – это электронное обучение и работа с учебным онлайн-контентом. В основном это тоже я буду вести эти вебинары, но это не продуктовые вебинары, это учебные вебинары, которые позволят… направлены они в основном на преподавателей, и будут они посвящены теме того, как преподавателям стать авторами учебного контента, какие виды учебного контента, онлайн-контента есть, какие инструменты есть и как с этим совсем работать. Следующий цикл… да, вот, собственно, все наши авторы, которых, может быть, еще кто-то будет, но вот пока вот так. Те авторы, которых вы увидите от нашей компании в Директ Академии – это генеральный директор, заместитель генерального директора Олег Молодецкий, «Ваш покорный слуга» и редактора наши, наш юрист, который в очередной раз прочтет вебинар, посвященный авторскому праву в интернете, Юлия Долбилова, который будет читать про библиошколу, ну и так далее. Следующий цикл от первого лица, в нем будут выступать основатели, первые лица компаний-партнеров, ну или иногда первые лица крупных подразделений вузов. Это, как правило, информация о совместных продуктах компании Директ Медиа и наших компаний-партнеров. Это будут вебинары издателей-партнеров Директ Медиа, ну и вебинары основателей первых лиц хай-тек-компаний и вендоров программного обеспечения, которые, может быть, не всегда очень глубоко интегрированы с Директ Медиа, но просто представляют для нас интерес как явление на нашем горизонте хай-тека. Ну и вот примерный состав цикла. Здесь у нас приведены спикеры как прошлого года, так и нынешнего года. Но спикеры от прошлого года, скорее всего, перейдут и в этот год и будут у нас тоже присутствовать. Вот в прошлом году у нас присутствовала Елена Нагина, генеральный директор Российской книжной палаты. Ну и директора крупных фирм, коллеги наши. Вот скоро у нас будет вебинар от издательства Владос и выступит генеральный директор издательства Ольга Бородина. Все это вы сможете найти в нашем расписании и подписаться. Так, что-то тут. Да, ну и цикл на связи с экспертом. Это следующий цикл наиболее общего характера. Но, на мой взгляд, в этом цикле вас ждут наибольшие такие изюминки Директ Академии. Я сейчас не буду представлять этих лиц. Много очень интересных людей, таких как, например, Сергей Москалев, чья небольшая, но очень удобная программка Punta Switcher стоит практически на каждом компьютере в России. И вообще это чрезвычайно интересный человек. Софья Богдасарова – замечательный искусствовед и историк искусства. И, кроме того, человек, внесший огромный вклад в развитие российской Википедии в области искусства. И многие-многие другие. Я вас приглашаю на наш вебинар специально под Директ Академией с тем, чтобы рассказать об этих людях подробнее и об их введении в вебинарах. Будут просто блестящие вебинары, которые пройдут в этом году. Приходите к нам. Ну и вот продолжаю линию спикеров на связи с экспертом Сергей Гевлич, чье приложение «Объясняшки» – это суперхит, потому что позволяет быстро и очень удобно создавать анимации своими силами. Надеюсь, что в этом году снова выступит у нас Игумен Киприан Ященко с рассказом об образовании в сфере духовной. Ну и многие другие спикеры. Я о них расскажу на нашем специальном вебинаре. Обращаю ваше внимание, что все наши участники всех вебинаров получают вот примерно такой именной электронный сертификат. Вот так примерно он будет выглядеть. Ну вот тут я хочу сделать небольшое объявление. Мы в настоящий момент, кто в прошлом году был на наших вебинарах, знает, что мы выдавали такие сертификаты. В этом году мы были вынуждены сменить платформу, на который мы эти сертификаты изготавляем и рассылаем. И, честно говоря, у нас еще пока не все готово. Но я думаю, ну вот мой пессимистический прогноз, что к концу сентября мы ее доделаем. Хотя я очень надеюсь, что вот в ближайшую неделю-две мы этот проект допили, мы снова будем рассылать сертификаты. Ну, все те, кто придут на наши вебинары в сентябре, тем не менее, отложено, но получат свои сертификаты по почте. Так что не волнуйтесь, те, для кого этот вопрос важен, все получат свои сертификаты. Ну, и последнее, хотел бы сказать, что наша Директ-Академия это проект абсолютно бесплатный и открытый. У нас нет ограничений для записи на наши вебинары. Мы не взимаем плату за участие в наших вебинарах. И последний акт открытости, который существует у нас, то, что мы ведем записи всех вебинаров, и все вебинары мы выкладываем на наш канал на YouTube. Еще раз хочу обратить внимание, в самом начале чата есть ссылка на наш канал на YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь. И также хочу поделиться тем, что на этом канале в плейлисте «Вебинары» уже записано более 150 вебинаров наших. И эти вебинары вы можете использовать как учебные, учебные не только как медийные материалы, но как учебные материалы по нашей тематике и по более широкому кругу вопросов, в частности по электронному обучению. Просто можете их использовать для своих нужд или для нужд своего вуза свободно, с тем, чтобы обучать тем вопросам, которые на них были подняты. Ну что ж, с вебинарами мы потихонечку закончили. Переходим к другим вопросам, новинкам сезона. Итак, давайте расскажем про новый контент. ЭБС – это электронная библиотечная система. Соответственно, ценность ЭБС заключается прежде всего в том контенте, который в ней аккумулирован. Начну с нового контента университетской библиотеки онлайн. В настоящее время у нас сосредоточено примерно 112 тысяч электронных изданий за прошлый год. Было большое пополнение. Вот только самые последние хочу указать. Это «Юстиция информ», «Витопресс», издательство «Волгоградской консерватории». Итого около 10 тысяч новых книг, или даже 12 тысяч новых книг за год пришло. Даже нет, наверное, за полгода, наверное. Потому что предыдущая цифра 100 тысяч была на этом слайде полгода назад примерно. Вот такое серьезное пополнение. Кроме того, пополнение есть и в другой нашей ЭБС, в книгофонде. Почти все те пополнения, которые приходят в университетскую библиотеку онлайн, попадают и в книгофонд. Наверное, надо напомнить вам, что книгофонд изначально был совершенно независимый ЭБС. Примерно два года назад компания Директ Медиа приобрела все права на эту ЭБС. И теперь мы выходим на рынок с двумя электронными библиотечными системами. Более полной и развернутой университетской библиотекой онлайн и более лаконичной системой книгофонд. В ней, однако, не гораздо несколько больше книг. Это объясняется тем, что в книгофонде много книг неправных, старых, дореволюционных, тех, которые тоже имеют... к ним тоже есть интерес. Но, тем не менее, ее фонд в основном состоит из этих книг. Тем не менее, после приобретения нами книгофонда сделаны существенные пополнения нового контента. И вот, как вы видите, те же издательства, о которых я говорил в университетской библиотеке онлайн, они пополнили и контент книгофонда, и общий объем достиг 180 тысяч книг. Так что те, кто предпочитает работать с этой ЭБС, тоже в новом году получают новые преимущества, связанные с контентом. Как всегда, хотелось бы сказать о том, что развивается такой наш контентный раздел, как тематические коллекции. Тематические коллекции – это коллекции книг по определенным, вполне конкретным направлениям. Это не разделы по областям, это скорее подборки книг по конкретным событиям, по конкретным личностям. Вот, например, в прошлом году у нас было несколько, ну, несколько, это не сказать, десятки новых тематических коллекций. Среди них были, например, коллекции, посвященные Первой мировой войне, посвященные датам 17-го года, февральской революции и так далее. Эти коллекции, они доступны и отдельно в нашем фонде в ЭБС, но коллекции представляют интерес, наверное, вот, особенно библиотекарям представляют интерес с той точки зрения, что это готовый набор материалов для тех, которые интересуются данными вопросами. То есть, это, ну, суперподробное описание, там примерно по 100 книг в каждом, а то и больше, в каждой подборке. Если кто-то, например, интересуется историей Романовых или вопросом русско-украинских отношений или военными вопросами о Первой мировой войне, о Второй мировой войне, вообще военной истории и так далее. Тут вы найдете исчерпывающий набор изданий, по которому можно подготовить не только учебный какой-то реферат или эссе, но и научную работу. Так что, очень вам рекомендую этот наш раздел для работы. Ну, и хотел бы отметить новые наши контентные разделы, такие как «Периодика 500». Это раздел нашей «Периодики». Почему мы так его назвали? На самом деле, вся «Периодика», которая есть в нашей ЭБС, речь идет об университетской библиотеке онлайн, прежде всего, она доступна всем подписчикам. Но, во-первых, я хотел бы обратить внимание, что у нас существенное пополнение «Периодики». Мы заключили договор с издательством «Наука» на самые высокорейтинговые издания по научным направлениям. Также у нас договоры со многими другими издательствами, которые выпускают «Русскую периодику». Почему мы назвали этот раздел «Периодика 500»? Это для тех потенциальных пользователей, которые не являются подписчиками университетской библиотеки онлайн. У нас есть для них предложение коммерческое по приобретению пакета «Только периодики». И вот этот пакет мы назвали «Периодика 500». 500 — это 500 наименований самых высокорейтинговых российских журналов. каждая из них представлена многочисленными номерами. Это самые новые номера периодики. Так что, наверное, мы надеемся, что это предложение для кого-то окажется интересным. А для тех, кто уже является нашими подписчиками, просто имейте в виду, что существенное обновление периодики произошло, и теперь в нашей ЭБС можно найти гораздо больше высокорейтинговых журналов, чем было в прошлом году. Следующий наш контентный раздел — это раздел «Издательство Пирсон». Мы заключили договор с издательством Пирсон о предоставлении это крупнейшее в мире учебное издательство. В основном на английском языке оно выпускает учебные книги. Более двух тысяч изданий учебной и научной направленности будет доступно на платформе университетской библиотеки онлайн. Это издательство, которое требует входит в состав издательских коллекций, то есть на него требуется отдельная подписка. Ну, вот такое существенное пополнение. Да, спасибо за указание на мою ошибку. Это я отвечаю Ларисе Александровне. Да, ну, как всегда, подготовка к вебинаре занимает, особенно к такому насыщенному вебинару, занимает последнюю ночь, поэтому я прошу прощения за те орфографические ошибки, которые у меня могут всплыть. Вот, и спасибо за то, что вы на них указываете, это способствует повышению качества наших вебинаров. Итак, издательство Pearson, это 2000 новых изданий, как я уже говорил, по этому издательству необходима особая подписка, и доступ к этим изданиям, он будет происходить немножко нестандарта через платформу Agregion, я надеюсь, что возможно у нас через некоторое время будет более подробный вебинар по этому поводу, в частности, возможно у нас будет совместный вебинар с Agregion, и мы об этом вам более подробно расскажем. Да, ну вот так вот выглядит этот раздел. Давайте теперь поговорим о новых разделах в университетской библиотеке онлайн. Один из них это раздел, который называется «Именитые ученые писатели». Это раздел с одной стороны биографический, с другой стороны библиографический, или я бы сказал биобиблиографический, есть такое понятие. С одной стороны мы собрали информацию о в том числе биографическую информацию о практически всех великих людях, которые оставили о себе воспоминания в виде собственных трудов. Выглядит доступ в этот раздел пока осуществляется с баннера на главной странице. Сейчас готовятся некоторые изменения к дизайну нашей главной страницы и в этом дизайне уже будут учтены все эти разделы, о которых я сейчас рассказываю. Выглядит этот раздел примерно так. Его главная страница это изображение великих ученых либо список их. Есть тут можно выбрать фильтр по виду деятельности слева. фильтры. Тут у нас не только великие ученые, но и авторы просто известные, которые входят в наше издательство. Есть писатели классики. Это тоже является фильтрами, по которым можно отфильтровать информацию. более двух тысяч имен в настоящее время входят в список. Выглядит это примерно так. Сначала краткая биография великого ученого. Дальше идет разрыв, потому что все не поместилось у меня про Чарльза Дарвина. Идет его библиография, то есть те труды, которые он выпустил, которые он написал, которые он опубликовал. И дальше по стрелочке идут те книги автора, доступ к которым возможен через университетскую библиотеку онлайн. То есть переходим на автора, читаем про него, читаем полную его библиографию, а после этого переходим к тем книгам, которые есть в университетской библиотеке онлайн. Вот такой раздел вполне логичный и естественный, которого раньше у нас не было, а теперь он у нас есть. И я думаю, что для тех, кто интересуется изданиями великих людей, размещенными у нас, проще будет воспользоваться этим разделом, Анне, общим поиском или рубрикатором нашим для доступа ко всем книжкам этих великих людей. Новый наш раздел, который называется «Мои научные интересы», тоже доступ пока через баннер на главной странице. Раздел позволяет выделить области научных интересов ваших, то есть как пользователя ЭБС, вести по ним интеллектуальный поиск, информировать о новинках, бетселлерах по вашей теме. Это по сути дела ваш уголок, в котором аккумулируется информация обо всем, что вас интересует. Это не та информация о тех книгах, которые вы читали, для этого есть другие. сервисы вы можете просто отложить свои книжки или составить поисковые выборки для этого. А это другое, это интеллектуальный сервис, которого вы можете вот так он выглядит внутри, вы сразу попадаете в список книг, и эти книги выбираются по следующим параметрам. Во-первых, вы можете в специальном интерфейсе указать университетской библиотеке онлайн свои ключевые слова и терминологию, по которой вы хотели бы, чтобы осуществлялся вот этот интеллектуальный поиск. И, во-вторых, производится поиск статистический, связанный с исследованием того, что вы читали, и в соответствии с этим вам будут предлагаться другие книги. Что значит статистически? Во-первых, это определение ваших интересов и подстраивание под них релевантности выборки, который вам предлагается книжной, либо это более интеллектуальная вещь, которая смотрит людей с похожими книгами, которые читали вы, и смотрит, какие еще книги эти люди читали. Эти люди могут читать книги совсем вне области ваших интересов, но так получается, что люди с похожими интересами читают книги, и часто читают похожие книги. Поэтому эта информация тоже будет интегрироваться на этой странице «Мои научные интересы», и там будет происходить показ наиболее релевантной для вас литературы. Если на главной странице, где публикуются все новинки, там эта релевантность не вполне соблюдается, то есть просто вы получаете те новинки, которые пришли в библиотеку, то здесь это наиболее релевантная для вас информация будет интегрироваться. Еще одна новинка сезона наша, это наше новое приобретение, новый коллектив влился в университетскую библиотеку онлайн, в компанию директ-медиа, это проект новое поколение, вот она ссылка, newg.ru, это сайт, посвященный учебным викторинам, конкурсам и викторинам для детей и педагогов. Сходите по этому адресу, посмотрите, что проект из себя представляет, но я к сожалению не могу вам сейчас привести ссылки на вебинары, которые будут проходить, но они точно будут в ближайшие три месяца пройдет три вебинара, ну два как минимум вебинара от команды новое поколение, я надеюсь, что они сами подробно расскажут о своем продукте, ну и да, вебинар скорее всего будет в конце сентября, второй в конце октября третий в конце ноября и вот тогда мы подробнее поговорим об этом проекте, пока просто я вас приглашаю на эту страничку посмотреть, что она из себя представляет. Следующие новинки связаны с мобильными платформами, я хочу напомнить, что практически все сервисы Директ Медиа имеют мобильные версии сайтов, а некоторые из них имеют уже и мобильные приложения, такие например, как Библиошкола и проект Библиотека Nonfiction. Ну и наконец, долгожданное мобильное приложение от собственно, от университетской библиотеки онлайн уже готово, уже тестируется, я его уже видел, я надеюсь, что в течение сентября оно должно поступить в общий доступ и стать доступным всем нашим бесплатным, разумеется, доступным всем нашим подписчикам через стандартные средства, через Google Play и соответствующий Apple интегратор. Ну, мобильное приложение, конечно, несколько удобнее, чем просто мобильный сайт, надеюсь, что это замечательная альтернатива для ваших, в основном для ваших студентов, тех, кто привык работать со смартфона, тех, кто хочет читать литературу в транспорте, где-то на в парке, где угодно, да, ни дома, ни у большого экрана, где это, конечно, делать удобнее, но это не всегда возможно, да, вот, так что я думаю, что вот как только наше мобильное приложение станет полностью доступно, мы еще раз об этом расскажем, вот, ну, а пока вот эту приятную весть я просто до вас доношу на сегодняшнем вебинаре. Ну, и хотел с особым удовольствием хотел бы объявить новинки на нашем проекте, открытом проекте, который называется Artportal и Artoteka. Artportal это наш проект, ну, наверное, уже не совсем новый, но постоянно обновляемый проект компании DirectMedia. Он почти полностью открыт, то есть почти весь его функционал открыт, но у него есть и отдельные подписные сервисы, о которых сейчас тоже пойдет речь. Ну, и если говорить об обновлениях, да, ну, кто не знает, вот, давайте я этот адрес вам дам в в чате, одну минутку, вот адрес нашего Artportal, это, ну, если говорить попросту, это электронная галерея по изобразительному искусству и архитектуре. Галерея включает в себя примерно 70 тысяч различных изображений. В последнее время, последние полтора-два года мы существенно работаем не только над расширением состава этой галереи, но и в основном над улучшением качества изображений, над увеличением размера и четкости изображений и над тем, чтобы иметь лучшее и качественное описание для изображений. И иногда у нас появляются новые разделы. Вот, например, у нас появился раздел «Новые стили», «Эпохи и стили». Это подписывательный раздел, но до конца сентября доступ к нему будет бесплатный. Это очень подробное описание художественных стилей. Можете пока посмотреть. Это очень интересный раздел. Будут и некоторые другие новшества в арт-портале в ближайшее время. И я надеюсь о них рассказать на специальном вебинаре в конце октября, который будет проходить. Я ссылочку чуть позже вам дам на него. Ну, и еще пару слов об нашем подписном сервисе, который называется «Артотека». Артотека – это большие страницы, которые можно назвать лонгриды, то есть страницы для длинного чтения. на каждом лонгриде от нескольких десятков до нескольких сотен изображений, посвященных какой-то теме, какому-то музею, определенному художнику или даже иногда отдельному произведению. и достаточно подробное описание к этим, то есть уже не просто описание произведений, но и комментарии, текстовые, длинные текстовые комментарии авторов по поводу этих полотен. Это подписной сервис, подписаться на него может как юридическое лицо, так и физическое лицо. У нас около 50 уже проектов ортотеки вышло, и раз в две недели выходит новый проект ортотеки. Ну и вот в ближайшее время ожидаются следующие выпуски. Вот буквально на днях, пару дней назад вышел выпуск, который называется «Последний день Помпеи». Это интерактивное путешествие по гигапиксельной картинке «Последний день Помпеи» по изображению. Вот здесь, например, наверное, вы никогда так подробно не рассматривали это произведение, как вот здесь. Это очень с большим увеличением дано один из фрагментов картины, дальний. И здесь рассматривается примерно 40-50 вот таких вот фрагментов различных на этой картине с пояснениями соответствующими. И также приведены этюды и эскизы автора к этому полотну. Я извините, запнулся. Этот проект тоже делал я. Это один из проектов интерактивных, которые позволяют очень подробно рассмотреть полотно, какое-то из великих полотен, рассмотреть все его мельчайшие детали. Это очень интересный стиль, и я думаю, он вам будет интересен. Следующий проект, который выйдет в ближайшее время, это творчество Нади Рушевой. Если кто-то помнит, к сожалению, это имя потихоньку забывается, а в свое время это была такая звезда, очень молодая звезда, которая вспыхнула на художественном небосклоне. Девочка, которая, к сожалению, умерла очень рано, в 17 лет, но оставила за собой интересное художественное наследие, и вот ей будет посвящен один из будущих наших выпусков. Ну и еще два выпуска, которые в ближайшее время будут, это Венгерская национальная галерея, и творчество, к сожалению, недавно умершей архитектора Захи Хадид, просто феерическое творчество, это такая архитектура, архитектура 21 века, совершенно неожиданная, интересная, вот, это вот только четыре из готовящихся выпусков, их еще достаточно много, подробнее вы, если получаете наши рассылки, была рассылка по анонсам до конца этого года, и я надеюсь вам рассказать об этом подробнее на своем вебинаре. Я здесь укажу только первый из вебинаров, вообще, традиционно по арт-порталу и артотеке я делаю два-три вебинара в семестре, первый вебинар полностью про арт-портал и ближайший этот вебинар состоится 23 октября, давайте я продублирую его адрес, я хотел бы, чтобы те из вас, кто интересуется искусством, прямо сейчас записались бы на этот вебинар, одну минутку, вот эта ссылка, пожалуйста, записывайтесь на вебинар, и еще два вебинара будут посвящены артотеке, один просто рассказ об артотеке, и второй будет посвящен новинкам артотеки, то, что за ближайшие полгода нового было сделано, и то, какие ожидаются в ближайшем будущем выпуске. Ну, пожалуй, хватит на эту тему, я могу долго говорить про артпорталы и артотека, это мои родные проекты, а теперь поговорим о следующем пункте, это подведение итогов конкурса BeFirst, конкурс BeFirst проводится компанией Директ Медиа и партнерами уже второй год, в этом году в конкурсе приняли участие более 500 вузов, это конкурс дипломных проектов, эти дипломные проекты размещаются у нас в университетской библиотеке онлайн, с ними можно познакомиться, подробности вот можно узнать на этой страничке, не буду сейчас копировать в чат, ссылку эту можете посмотреть из моей презентации, кому интересно, более, было отобрано для конкурса свыше тысячи дипломных работ по 12 направлениям, уже определены победители, это очень интересные выпускники, чьи работы наверное претендуют уже на то, чтобы стать научными работами, вот, очень интересное и авторитетное жюри у нас оценивало эти работы, ну и я приглашаю всех, кто находится в Москве, Подмосковье или кто будет в Москве послезавтра 8 сентября в 16.30 на ВДНХ в павильон 75 в конференц зал 102, где наш генеральный директор Константин Костюк вместе с другими партнерами нашего конкурса, такими как университетская книга и компания Антиплагиат будет вручать победителям дипломы и подарки соответствующие. Я думаю, что это будет интересно. Да, не забываем, что 8 сентября мы сначала приходим на вебинар, а после этого идем на московскую книжную выставку и ярмарку и смотрим это выступление. Ну и последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать, как раз мы уложились в час, как всегда, это некоторые новинки на нашем видеоканале. Ну, обращаю ваше внимание, что еще раз сегодня я уже про наш видеоканал говорил о том, что на нем все наши вебинары публикуются и это наверное в последнее время основная часть нашего видеоканала. конечно, наш видеоканал в YouTube не только для этого создан. Вот в настоящий момент мы дружно движемся к цифре тысячи подписчиков. Надеюсь, осенью мы этой цифры достигнем. На этом канале размещается вообще интегрируется вся видеоинформация, которая имеет отношение к компании директ-медиа и к всем проектам, которые мы ведем. Разумеется, большая часть это как раз записи наших вебинаров, но не только. Есть еще раздел, который посвящен учебным роликам по нашим продуктам. Этот раздел очень интересен тем, кто хочет научить пользователей работать, например, с университетской библиотекой онлайн. То есть, если стоит задача обучить преподавателей и студентов в работе в университетской библиотеке онлайн, там есть практически все ролики учебные, посмотрев которые, можно начинать работать с нашей библиотекой. Ну и у нас есть плейлист вебинара. В нем уже более 150 записей наших вебинаров. записи вебинаров, как я уже говорил, можно использовать в качестве учебных записей и по ним подробно узнавать о наших проектах и о проектах наших привлеченных экспертов. Ну, у нас есть еще один раздел. Раздел называется «Практикум автора учебного контента». И вот за весну лета он пополнился примерно десятком новых роликов. Эти ролики это для тех, кто интересуется в основном интерактивным контентом. Наверное, это будет интересно преподавателям. Ролики посвящены сервисам TypeMapper, геосервисам, как делать интерактивные карты и несколько новых роликов по замечательному сервису Tilda, связанными с работой текстового редактора в этом сервисе. Подробно говорить не буду. Примерно на эту тему у меня намечены отдельные вебинары. Смотрите по расписанию и кому интересно на них подписывайтесь. Ну, что ж, коллеги, это, наверное, не все новости, но основные новости, которые есть у нас для вас к началу учебного года. Следующий вебинар о новинках у нас будет в начале следующего семестра, точнее, в начале года, в январе. Я надеюсь, у нас снова будет много нового. Ну, кроме того, конечно, ходите на те вебинары, которые являются более расширенным рассказом о наших новинках. Да, ну, и напоминаю, что послезавтра состоится мой вебинар, который посвящен Директ-Академии, где я подробно расскажу о наших спикерах и куда вам обязательно стоит прийти, на какие вебинары и кого из них послушать. Ну, что ж, коллеги, вы внимательно слушали, вопрос, правда, не задавали. Если у вас какие-то вопросы, прошу вас задавать их прямо в чате. Вам тоже спасибо. Ну, как всегда, в начале сезона мы все не очень быстро входим в курс. Так, возьму спасибо по времени. Нет, никакой фиксации особой не надо. Достаточно того, что вы здесь, система автоматически вас зафиксирует, и когда будет готова наша система по рассылке вебинаров, мы вам все разошлем. Единственная у меня просьба, пожалуйста, регистрируйтесь в вебинаре именно дословно так, как вы хотите, чтобы вы присутствовали в сертификате. Вот вы, например, написали свою фамилию, имя, отчество с маленькой буквы, это значит, у нас автоматически происходит выписка сертификатов, поэтому именно так это и будет. Поэтому старайтесь при регистрации на вебинаре полностью указывать свои фамилии, имя, отчество именно так, как вы хотите, чтобы это было на сертификате. Какая будет иконка у мобильного приложения? Пока не знаю, какая будет иконка, я вот пока видел, только вчера успел посмотреть, но в Google Play это все будет, это будет бесплатное приложение, совершенно точно. Спасибо, что Иркутск может подключиться. Да, вы знаете, 12 часов, это мы опытным путем поняли, что это при нашей территории, это с одной стороны вебинар, на который может прийти даже Владивосток, с другой стороны уже даже Калининград может, попив кофе и приняв участие в первой пятиминутке, спокойно прийти и на наши вебинары, так что это время будет нами в основном соблюдаться, за исключением того случая, когда спикеры никак не могут в 12 часов. Так, ну, вроде на все вопросы я ответил, да, ну, у вас будет много еще поводов задать вопросы более подробные, как я говорил, 150 вебинаров нас ждет, что ж, коллеги, наш первый вебинар мы завершаем, я жду вас на наших ближайших вебинарах, приходите обязательно, приходите послезавтра, будет много интересного, у нас блестящие спикеры, я очень хочу рассказать о каждом из них отдельно. До встречи на наших вебинарах, именно до встречи в эфире, да, потому что, как я говорил, Директ Академия превращается уже в медиаресурс наш, это некоторый аналог корпоративного радио, наверное, уже, вот, поэтому именно до встречи в эфире, жду вас всех послезавтра, до свидания, встретимся. Продолжение следует...